Голландия Обе семьи соблюдали шаббат. Мой дедушка Леви Канес занимался выпечкой мацы. Он ходил в шляпе, как это заведено среди евреев. У него было трое детей. Да и сам он происходил из семьи, где был одним из 14 детей. Когда началась война, в отличие от других стран, немцы не вошли в Голландию с армией. Они хотели, чтобы голландцы, крайне исполнительный народ, приняли их как истинных арийцев. И тогда они пришли с предложением провести гражданский референдум и обязали еврейский комитет сотрудничать с ними, чтобы евреи помогали в войне. Каким образом они все это проделали? Они взяли лагерь беженцев, где были размещены немецкие евреи. Лагерь немцы прибрали к рукам, и евреи перешли туда. Там была больница, кинотеатр, рабочие места. Чего обитатели лагеря не знали, так это того, что раз в неделю, по вторникам, в Польшу отправлялся поезд с двумя тысячами евреев. И так за год им удалось уничтожить 100 тысяч евреев, почти всех евреев Голландии. Когда я родился, мой отец уже находился в этом лагере. Он назывался Вестербрук, это в Голландии. Мама была перенаправлена в госпиталь Ден Гааг, Гаага. Я родился уже в Гааге. Папа бежал из Амстердама, когда его начали искать нацисты. В итоге и это не помогло. Когда я родился, у меня обнаружили камни в почках. Мне сделали операцию. И только через три месяца меня посадили на поезд, направлявшийся в Вестербрук, в этот голландский лагерь. Моя мама ехала в другом поезде, вслед за мной. И они посадили с нами, как я думал, медсестру, которая должна была следить за тем, чтобы все было в порядке. Поезд остановился на несколько минут в городе Утрехт. И там полицейский, который был участником голландского подполья, боровшегося против немцев, подозвал медсестру и сказал ей, отдай мне этого ребенка. Она положила меня в корзину, словно маше, которого некогда положили в солому. Он поместил меня сзади на багажник велосипеда в грязном белье, чтобы немцы не почуяли, с чем он ехал. И она сказала ему, принесите его ко мне домой. Я думал, что это медсестра. Позднее я узнал, что она была еврейским врачом. Она приняла меня, я был еще очень болен. Она позвонила в больницу коллегам, и те ей сказали, он не выживет, похорони его в саду, чтобы фашисты не узнали, что его выкрали из этого поезда. Но, слава богу, у нее дома был свой ребенок, поэтому там было и молоко. Я приехал к ней месячным ребенком, но она продержала меня дома еще два месяца. Потом она переправила меня к подруге своего мужа, который был известным художником, к женщине, которая тоже была известной художницей. И эта женщина, протестантка по евроисповеданию, взяла на себя миссию спасти как можно больше еврейских детей. Она прятала их в своем доме во всевозможных шкафах и потихоньку отправляла подальше от Гааги, к бельгийско-немецкой границе, в семьи, связавшие свою жизнь с искусством. И таким образом ей удалось спасти 51 ребенка. Никто из этих ее детей не погиб. После войны родители так и не вернулись к огромному числу детей и хотели поместить этих детей в разные голландские детдома. Но она не разрешила. Она сказала, это еврейские дети, и они должны расти в среде еврейского народа. Она привезла их в Израиль, в кибуц Геват Бренер. Там и жили эти дети. И еще трое или четверо жили в Петах Тикве. И я. Это мадам Паре, Ру Паре. Я вырос в семье Фокс, в городе Векхель, в провинции Брабанд, что на границе Бельгии и Германии. Меня назвали Ян, Йоханнес. Они были католиками, меня очень любили. У них не было сына, только дочь Лия, на 4 года старше меня. И так я рос. Единственная проблема заключалась в том, что в их отель часто приходили пить пиво немцы. Тогда мама говорила мне, Ян, спустись в подвал. Если ты не спустишься, папа расстроится. Они боялись, что если немецкий солдат или гестапо увидят, что я обрезан, то им будет конец. Это то, что я всегда помню. Мне нужно было спускаться в подвал, чтобы меня не видели. Мой настоящий отец был убит в Освенциме. Он некоторое время принудительно работал в лагере. Как и всех, его отправили в газовую камеру, сожгли. 19-я Тевета, 19-го Тевета, это годовщина его ухода из жизни. Он был убит в 1944-м. Мой дедушка Леви Каннес и бабушка Эстер Гамбург были убиты в том же году, в последний день праздника Песах. Итак, в моей книге есть даты гибели всех представителей семьи Каннесов, которых было 357 человек, но которые, к сожалению, погибли в Холокосте. Моя мама была в Освенциме, когда в блоке номер 10 работал печально известный Менгеле. Она прошла через невероятные ужасы. Но затем русские пришли освобождать лагерь. Во время так называемого марша смерти она упала из-за того, что ее сразил Тиф. Немецкая пара увидела ее и привезла к себе домой. Они ненавидели Гитлера за то, что тот забрал их сына и его убили в России. Ее переправили в американский госпиталь. И лишь спустя два года после того, как она немного пришла в себя, ее привезли в Голландию. И тогда начали искать, где ее сын. Еврейский комитет после войны вел поиски выживших еврейских детей. Они узнали, где я нахожусь. Они узнали, что я нахожусь у семьи Фокс в Векхеле, в этом отеле. Это мои христианские отец и мать, семья Фоксов, которые меня вырастили. У них была единственная дочь по имени Лия, и я Ян. На эту фотографию мне тяжело смотреть. По моим воспоминаниям, связанным с семьей Фоксов, у меня была хорошая жизнь. Меня очень любили и баловали. Они были богатыми людьми и всегда веселыми. Когда им сообщили, что меня ищут, что меня надо вернуть, моя христианская мать убежала со мной в монастырь. Она не хотела возвращать сына. Но через несколько месяцев настоятель монастыря узнал, что происходит, и сказал, «Это запрещено, это преступно, его надо вернуть». И был суд. «Откуда ты знаешь, что это твой сын? У него здесь шрам от операции», – сказала мама. «У меня он сохранился и по сей день, никуда не делся. Это спасло и ее, и меня, потому что она опознала меня по этому шраму». И хотя судьи считали, что мне у христиан будет лучше в плане безопасности, ведь женщина, моя настоящая мама, тогда еще была незамужней и не совсем здоровой, слава богу, ее брат Хис, мой дядя, помог ей забрать меня и обеспечить всем необходимым. И она забрала меня обратно. Когда я вернулся к маме, вот фотография. Мама пришла меня забирать. А я разозлился, я ее пинал. «Иди, я не твой, я не еврей, я христианин». Я вообще не хотел идти. Она привезла меня в свою квартиру в Гаае. В том же доме жил хозяин квартиры, которого звали Цви Дувит Калуш. Поэтому раввины сказали ему, «Ты не можешь жить со вдовевшей женщиной. Это идет вразрез к Галахе». Так он поначалу переехал к своему брату. А брат его сказал ему, «Женись на ней. Она вдова, и ты вдовец». «Да, но она голландская еврейка, а я из Мункача». «Ну и что? Это хорошо? По крайней мере, не будешь одинок?» И так они решили создать семью. Он был евреем, некогда учившимся у раввина Хайма Алазара Шапиры из Мункача, автора труда Минхата Лазар. В Голландии он отвечал за ритуальный забой скота, проверку ножей и кошерности самого забоя. Он был крупным специалистом, ученым в Торе. И он решил, что Голландия больше не для него. Если он ищет еврейского счастья, то ему нужна ешива. И они решили переехать в Канаду, когда мне было 9 лет. Итак, я переехал в Монреаль в 1952 году. Меня приняли на обучение в Любавическое образовательное заведение. Это еще был старый Любавич на парк-авеню. Равин Родель был директором. Я учился вместе с его сыном. Так я начал делать первые детские шаги. А еще я выучил идиш. Я идиш не знал. Голландцы не говорят на идиш. Я не знал алфавита. Поэтому по еврейским предметам меня отправили в первый класс, чтобы я учился как шестилетний мальчик. 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 Я учился как шестилетний мальчик.